Всем привет! С вами Полли. Сегодня я хочу вам рассказать, что такое скетч или скетчинг. Это зарисовка или эскиз, или набросок. Скетчи бывают на бумаге, на пластике, созданные на компьютере. Я сама тоже очень люблю скетчи. Мне нравится даже смотреть, как другие рисуют скетчи. Называется иногда это скетчинг. Я хочу сказать, что самая дорогая картинка, которая есть у меня на шаттере, я вот сегодня только об этом подумала, это скетч. Вот как ни странно. Хотя я очень мало рисую скетчи, почему-то. Наверное, надо, кстати, углубиться в эту тему. Но, тем не менее, их покупают. Бывают скетчи интерьерные, бывают архитектурные. Есть скетчи, изображающие людей. Есть фэшн-скетчи, это мода. Их используют часто модельеры и вообще-то модные разные издания. Иногда в виде скетча изображают еду, для того, чтобы более аппетитно и стильно все это преподнести. Даже вот в меню вы можете иногда заметить, нарисована еда в стиле скетча. Для того, чтобы нарисовать скетч, можно использовать маркеры, чернильные ручки, карандаши, акварель, акрил. Можно рисовать на графическом планшете и даже можно рисовать на компьютере мышкой. Кому как нравится. Я знаю, что многие художники и иллюстраторы даже смешанную технику используют. Например, акварель и карандаши, маркеры и ручки. Можно так тоже использовать это все. Скетчи бывают разной скорости, разного нажима. И, конечно же, вот если посмотреть скетчи разных художников, вы сможете уловить какой-то стиль. У каждого художника есть свой стиль. В прежние времена скетчи использовались путешественниками для набросков эскизов какой-то местности, городов, где они бывали, потому что не было фотографии. То есть это такой быстрый рисунок от руки, который каждый может, в общем-то, сделать. В наше время скетчи стали опять популярны, потому что уже многие насытились компьютерной графикой. И сегодня вообще рисунки от руки стали более востребованы. Тем более, что любой скетч, который вы нарисуете на бумаге, его можно отсканировать и перевести в вектор. Хотя, кстати, у меня купили вот скетч, нарисованный в векторе. Да, но я его изначально рисовала на графическом планшете. Скетчи – это один из способов самовыражения, творчества. Это очень хороший навык, позволяющий, во-первых, даже заработать деньги на фотостоках. С другой стороны, когда вы путешествуете в разных городах, странах, вам будет даже интересно не только фотографировать, но делать какие-то зарисовки. Мне скетчи нравятся. Я с интересом, бывает, даже смотрю разные видеоуроки. Сама тоже рисую. Я вообще люблю скетчи. С детства как-то вот наброски такие. Мне это все очень нравится. И изначально вот самый первый человек, который меня учил рисовать, ну не считая мамы, конечно, там в детстве, да, но вот именно действительно рисовать красиво. Это была маминой подруги дочь. Она очень классно рисовала. Она рисовала фэшн-скетчи. И я у них была день или два, по-моему, дня два у них была в гостях. И мне дочка маминой подруги, но она была старше меня значительно, она мне показала, как она рисует модели. Вот фэшн именно скетчи. Я была, конечно, потрясена. Дома много рисовала и рвала альбомы, скажу честно, потому что мне не получалось так красиво рисовать. Но тем не менее, у меня это как-то вот осталось в душе, запало в душу. И я потом тоже уже начала рисовать скетчи. Ну, для своего уровня меня как бы все устраивает. У каждого свой критерий качества. Поэтому меня мой уровень устраивает. Я понимаю, что я не профессиональный художник и никогда не старалась. Я нигде не училась никогда. Но я считаю, что надо, если вам нравится вообще изобразительное искусство, надо развиваться, смотреть уроки. Сейчас уже YouTube и разные видеохостинги предлагают бесплатные уроки. Их масса в интернете. Поэтому только ленивые не научатся рисовать. Даже в домашних условиях. Всем спасибо за внимание. С вами была Полли. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик. Ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok